Всем привет! Сейчас мы посмотрим новый видос от Мармажа, в котором он расскажет про своё детство. Которое было странным? Поехали! Хочешь развлечься? Стой, не лисай ты вниз. Залезь мне в сердце, а не мой плаклиз. Лантау не слушай, я как поганка могу засрать всех, но я не засранка. Здорово, дружочек. Моё детство пришлось на 90-е годы. Вроде бы, вроде бы. Это было не так уж и давно. Но я понимаю, сколько же там было странной фигни, которая сейчас кажется какой-то прям, ну, совсем дикостью. Вот кто-то сейчас смотрит телек, вот именно. А тогда это был главный и единственный первый мир видеоконтента. Он же кинескопом был. Ты должен был следовать чёткому расписанию. Каждый понедельник я изучал программу передач в газете. Ага. Любых фото, да-да-да-да. У ящика. Да. Ты его отмечаешь сегодня. А, ты видел, так и было. Сначала была передача «Играй, гармонь, любимая». Да? Да, а потом, потому что мультики диснеевские по первому каналу. И ты выделял, короче, и ждал уже, чтобы они появились. Ждёшь, пока дед досмотрит «Играй, гармонь, любимую», и потом уже всё, твои мульты пошли. Кричное было забыть о какой-то передаче или мультфильме. И если ты опоздал, ты опоздал. А, ты смотришь. Всё, всё. Да-да-да, смотрел. Крутой фильм, блин, просто офигенный. Ты сидишь и плачешь. Нет, я... Я забыл. Оу. Не-не-не, вы чё, ведь может быть ещё повтор. Да, повтор. Правда? И тогда я посмотрю. Бывало. Обязательно. Да. Смотрю. Да-да, конечно, конечно, да. Конечно, нет. Всё, он потерян. Строго, дедя. Ты же дичайший. Относительно недавно ты не мог просто сесть и посмотреть сериал, когда тебе хочется. Ты буквально мог пропустить серию мультфильма и больше никогда не смог увидеть. Реклама. Как если бы сейчас я не мог бы посмотреть всего «Рика и Морти», когда мне хочется. «Рика и Морти» мне. Мне вообще надо о нём рассказывать? Ну, типа он самый умный человек во вселенной, а его внук, ну, не то чтобы... И вроде бы звучит не слишком сложно, а в итоге мы всё равно получаем лучший мультсериал последнего десятилетия. «Мистер Миссикс», «Плюмбусы», «Портальная пушка», «Телевидение других измерений», «Птичья личность», «Огурчик» и...» Очень похоже на «Футураму», на самом деле, ну, по задумке. Только более сумбурно. Если вы понимаете, о чём я, то вы, по ходу, последние шесть лет были в коме. Так что поздравляю вас с выходом из неё и... Мы не смотрели вообще. Не, мы начинали смотреть. Ну, вот буквально недавно. Да-да-да. Абсолютно легально в онлайн-театре идти на поиск HD по подписке. Да ещё и в озвучке Саиндука, ну, камон! Также вы можете найти там и другие мульты, типа Южного парка, Первом... Кстати, если было в озвучке другой, а не Саиндука, он был бы гораздо лучше. У него то, что много... Много голосов один, озвучивает голос его. Сложно дифференцировать, кто что говорит. Ну, одноголосы переводят, в общем-то дело. Хотя он меняет голос, когда какой-то персонаж говорит, он меняет тональность там и всё такое. Знаете, что я мог посмотреть с телефона... Он меняет, но, блин, вот этот малыш, который ему озвучивает, это жесть. Морти. Настолько режет слух. Короче, ты просто не привык одноголосому. Я... Вообще я не могу. Человек, который смотрел аниме в озвучке Анкорда. Одноголосный, это вообще жесть. Души в дужи, братишка. Так-так-так-так-так-так-так. Так-так-так-так. Ну, скажем так. Сегодня, чтобы позвонить родителям в другой конец страны, я... Я просто беру мобилу и звоню. Звоню. Вот и всё. Да. А раньше подходишь, карточку вставляешь, что-то там набираешь. Таксофон? Да. Становилось понятно, что полдня будет просрано. Звонок по Межгороду означало, что мне нужно собираться, одеваться и топать с мамой через весь город на почту, в которой находился переговорный пункт. А, да, были такие. Мы стояли в кабинте с телефонными аппаратами. И чтобы звонить по ним, вы должны были отстоять просто охренительную очередь. Да, да. Задать у оператора звонок, потом сидеть, ждать, ждать и ждать, пока оператор дозванивается твоим родным. После чего она орала... ПЕСТРАВКА! Кто заказывал звонок на пестравку? Четвёртая кабинка! ...в эту кабинку. И вот только в этот момент и начинался разговор. Говорила по большей части мама, потому что в четыре года я не особо владел какой-либо информацией, которая могла бы заинтересоваться. Не особо владел языком. Ну да. ...продолжал сидеть и ждать. Ах, и детство, время которое не вернуть вспять. Как здорово было его тратить вот на это. А через несколько минут в трубку вдруг врывался голос той самой женщины-оператора. У вас осталась одна минута, заканчивая. Прикинь, какой капец Это жесть Не, тоже, конечно, попал это Таксофоны эти Ну, они, наверное, уже были больше, уже везде стояли Таксофоны, это по городу ты можешь звонить А это звонок на межгород, во в чем отличие Ты надо заказывать звонок Поэтому это трэш, понимаешь Многие говорят, что раньше было лучше Мол, в нашем настоящем технологии все Раньше трава была зеленее Ой-ой-ой, а я считаю так Мы живем в удивительное время технологий Когда жизнь стала в разы проще Просто, просто потому, что, блин, у тебя есть Карманная трубка с огромным экраном Которая и телефон, и игровая приставка И компьютер И даже штука для просмотра видосиков Знаете, меня устраивает такое настоящее Так что цените то, что я делаю сегодня Ну, конечно, я согласен с ним Да, сейчас ништя А ты знаешь, как некоторые говорят Боже мой, сейчас такие люди Вот бы, мне бы, я такой человек Интеллектуал, такой эстет Мне бы попасть в какие-нибудь средние века Мне бы попасть в 19 век Знаешь, ты того? Да, да И умер бы первые же Пару недели от чумы какой-нибудь В антисанитарии и блохах Просто у него какой-то временный порыв После просмотра какой-нибудь фильма Или потом Он такой весь водушевился Все такие честные Все такие классные Все такие потрясающие Утонченные натуры А сам думаешь, блин, без телефона Ааа, без интернета Ааа, это жесть вообще Короче, очень классный видос Очень информативный Мне очень понравилось Мне вообще, в принципе, нравится Его видосы, это офигенно Поддерживаю Если вам тоже понравилось Ставь лайк Пока Не смотри Ланда Ууу Не смотри Ланда Ууу Не смотри Ланда Ууу Что тебе покажет Это баба и царик А